События, люди и явления, которые определяют наше время. Меня зовут Олег Кривенко, здравствуйте. Нынешняя неделя станет особой для целой армии оренбургцев, хотя, наверное, следует уточнить, что особой она будет в первую очередь для юных жителей нашего края, ведь начались осенние каникулы. Эх, хорошее беззаботное время, но это только с точки зрения самих шкалеров, с точки зрения взрослых, любые каникулы – это пора дополнительных забот и хлопот. Родители обеспокоены тем, на что потратят любимые чады такое количество свободного времени, и опасения, прямо скажем, небеспочвенные. Редкая неделя обходится без ЧП с участием подростков, и это в дни школьных занятий. В идеале, конечно, можно подгадать совместный отдых, но каникулы у детей все же бывают чаще, чем у нас отпуска. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы найти ребенку хорошее занятие. И вот здесь на помощь могут прийти не только учителя, но и педагоги дополнительного образования, а также специалисты всевозможных служб, чья задача – наполнить свободное время детей интересными занятиями и смыслом. Вот о каникулах с пользой мы и поговорим в сегодняшней программе, но в начале обзор некоторых примечательных событий. Именно нового главы Оренбурга станет известно в декабре. Напомним, будущий мэр будет избираться из числа претендентов, успевших подать документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Отобрать достойных кандидатов предстоит специальной конкурсной комиссии из 10 человек. Пятерых делегирует губернатор области Юрий Берг, и еще пять сегодня были выбраны депутатами Оренбургского городского совета. Среди них депутаты Елена Иванова, Игорь Шепель, Наталья Смолягина, Роман Суканов и руководитель аппарата Оренбургского городского совета Игорь Вакушкин. Комиссия как раз определялась тем, что работа в комиссии должна быть проведена на должном уровне, то есть людьми, у которых есть уже опыт работы в этой комиссии. Также на этом заседании был объявлен официальный старт приема документов от людей, претендующих на пост мэра Оренбурга. Те, кто желает встать у руля, должны быть не моложе 21 года, желательно иметь высшее образование и опыт работы на руководящих постах. Начало документов начнется с 12 ноября по 22 ноября, включая 17 субботу. Мы это сделали специально для того, чтобы те, кто не успеет собрать полный пакет документов в будние дни, они имели возможность сдать их в субботу. После окончания приема документов и рассмотрения их комиссии будет проведен конкурс. Случится это 10 декабря. На нем будет отобрано не менее двух кандидатур. Окончательное же решение будет принято депутатами городского совета. Именно они в декабре 2018 года определят, кто из выбранных комиссией кандидатов станет новым мэром Оренбурга. Возвращаясь к теме каникул, а точнее каникул с пользой, в нашей области будут отдыхать и заниматься на различных площадках, только вдумайтесь в эту цифру, 250 тысяч детей, практически население небольшого города. Для счастливых каникуляров, а напомню, осенние вакации продлятся с 29 октября по 6 ноября, в Оренбурге будут работать 12 детских загородных оздоровительных лагерей, 200 лагерей дневного пребывания, 777 площадок кратковременного пребывания, и каждая из них должна обеспечить, выражаясь высоким стилем работников образования, педагогически организованный отдых для десятков тысяч школьников. Примечательно, что по данным областного Минобра, более 200 подростков-энтузиастов будут работать в трудовых объединениях и производственных бригадах. Но, как мне кажется, пока это все-таки больше исключение, чем правило, так проводить каникулы. Но скучать, по идее, не должны ни те, ни другие. Министерство образования, совместно с областными организациями дополнительного образования и муниципалитетами, подготовлены, по их мнению, достаточно интересные программы, чтобы ребятам было чем заняться в дни каникул. И поиграть, и помастерить, а если надо, и здоровье поправить. Естественно, осветить работу каждого лагеря или тематической площадки невозможно, но ведь, чтобы узнать вкус супа, не обязательно съесть всю кастрюлю, хватит и ложки. Поэтому мои коллеги Ольга и Дмитрия Григорьева решили не распыляться, а побывать лишь в нескольких местах, чтобы узнать, действительно ли можно провести каникулы с пользой. Дмитрий Хребко уже который год проводит осенние каникулы в санатории «Строитель». Поначалу ехать не хотел, но потом втянулся. Мне он очень нравится, мы тут играем, футбол, баскетбол, каникулы проходят очень хорошо. Ну а если бы не здесь, чем занимался? Не знаю, в компьютер играл. Отдых у ребят не только интересный, но и полезный для здоровья. Примечательно, что так думают и сами школьники, поскольку у ребят, которые здесь не первый раз, есть даже любимые процедуры. Как отмечает педиатр санатория, когда ребята вновь приезжают, то просит повторить все, что с ними проделывали в прошлом году. Говорят, вы знаете, нам можно то же самое, что в прошлом году мы весь год не болели. Это ингаляции, испелиотерапия, то есть это соляная комната. И ванны, души различные. Есть циркулярный душ, например, веерный душ, который для детей, контрастный. Весь спектр, вот я говорю, физиотерапевтических. Это УВЧ, ультразвук, лазеротерапия. Конечно, из любимого бассейна, естественно, все под присмотром врачей. После всех процедур свободное время. Одни выбирают спортивные площадки, другие творческие. Это и КВНы, и участие в мини-сценках, это и танцевальные стартинеджеры. Параллельно с этим у нас работают спортивные площадки. Вы, наверное, уже обратили внимание, у нас площадка волейбольная, баскетбольная, футбольная. Этим летом мы даже сделали для ребят такую площадку, как игра в городки. Конечно, играть любят все дети, но все же каникулы не только для отдыха. Есть много других увлекательных занятий. Например, в этом уверены настоящие мастера бумажных дел. Ребята промышленного района собрались в местном детском центре посоревноваться, у кого работы получились круче. Мария Соколова, владея техникой квилинг, она развивает мелкую моторику рук и фантазию. Также делаем открытки, разные обложки делаем на паспорта. А почему ты вытащила эти занятия? Это интересно, развивает мелкую моторику. В дальнейшем можно будет развиваться, также можно будет что-то открыть. Очень важно занять ребенка в каникулы, потому что, ну как я уже говорила, он не должен быть предоставлен сам себе и он не должен проводить время в социальных сетях. Лучше организованная, правильная деятельность, которая развивает творчество, фантазию, мышление, в общем делает наших детей креативными и современными. Педагоги уверены, соцсети слишком много времени отнимают у ребят, по сути их поглощают. Чтобы этого не произошло, нужна альтернатива, поэтому придумывают забавные уловки. Это динамическая игрушка, слон называется, для того, чтобы дети могли поиграть. На станции юных техников ребятам некогда сидеть в чатах. Здесь люди делом занимаются, причем серьезным. Такая вот своеобразная кузница кадров будущих изобретателей и инженеров. Они делают модели роботов, ракет, космических станций. Егор Марченко занимается разработкой собственных проектов уже три года. У него появилась мысль создать настоящее аэротакси. Пока он представляет его прообраз, модель махолета, объединяющего преимущества самолета и вертолета. Легендарный Леонардо да Винчи создал проект махолета, но его проект не приняли. Не отстают от мальчишек и девчонки. У Кати Киселевой есть проект мечты. Своими руками она собрала парк будущего. Вот такая фантазия. На террасе сделано защитное стекло, чтобы, когда дети отдыхают, они не упали с террасы. Это большие просторные классы. Здесь еще есть подсветка. Здесь занимаются более двух тысяч ребят. Занимаемся мы популяризацией технического творчества, расширяем их политехнический кругозор. И, в общем-то, можно сказать, что готовим даже юных инженеров. Например, когда они что-то своими руками делают, космические объекты какие-то, транспорт, ракеты, то мы, конечно, рассказываем об истории нашей космонавтики, о том, как вообще происходило кораблестроение. Как видим, ребятам есть чем заняться на каникулах. Благо, для этого есть возможности. Мы побывали только в трех местах, а их по городу десятки. Что уж говорить про область. И дело не ограничивается только лагерями отдыха, кружками и секциями. Каникулы продлятся до 6 ноября, и все эти дни будут заполнены спортивными мероприятиями, выставками, викторинами, концертами. Полное расписание всех мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Оренбурга и Министерства образования. Конечно, каждое мероприятие, которое признано сделать из отдыха, каникулы используют, требует и трудов, и забот. Другое дело, все ли готовы воспользоваться плодами этой работы. Мы поинтересовались у оренбуржцев, а как их дети и внуки проводят каникулы. Мы приехали к вам сегодня в гости из города Ижевска. Вот и проводим каникулы. Здесь у вас гуляем. Заходили в кафе, в блинную. Ну, сейчас мы привезли детей в рамках курса «Мое Оренбуржие» посмотреть старые улицы города Оренбурга. В течение каникул у нас мероприятия по плану запланированы. В основном, конечно, это общешкольные турниры по футболу, волейболу, спортивные секции работают в расписании. Девятый класс мы приехали на консультацию. Вот сейчас пойдем в институт, у нас 4 часа консультация. Подготовка к экзаменам у нас постоянная. Вот, поэтому у нас каждый день расписан. Дети заняты. Ну, вчера мы смотрели довольно популярный фильм «Синем 5». У нас сегодня был конкурс «Салют вдохновения» в газовике. Вот девочки наши выступали. После конкурса мы пошли гулять по советской. Пойдем в Колобок, в драмтеатр на днях 3-4 числа. И так вот у бабушки будет блины, будет есть пирожки. Будем стараться так отдохнуть. Кино, прогулки, концерты, спектакли. Милые радости, главное, что семейные. И, пожалуй, главным это остается везде, где бы мы ни были. Я думаю, это относится не только к нам, но и к жителям Европы, Азии. Кстати, а как обстоит дело с каникулами у местных шкалеров? И чем они в это время занимаются? Этот вопрос заинтересовал Екатерину Косилеву. В Японии официальный день знаний в этой стране 1 апреля, день окончания очередного учебного года 1 марта. Интересно, что маленькие японцы обучаются в классах, состав которых постоянно меняется. Это очень неплохо. Ребята, у которых не складываются отношения с одноклассниками, вполне могут перейти в другую группу, где и завести себе настоящих друзей и товарищей. Японцы много учатся, поскольку это помогает им в дальнейшем найти высокооплачиваемую работу. Считается, что каникулы созданы для того, чтобы с пользой потратить время на постижение сложных предметов. Многие ребята на отдыхе выполняют задания педагогов, учатся рисовать или писать иероглифы. Итальянские школьники учатся прямо как наши с сентября по июнь. Отдыхают трижды, на Рождество пару недель, в апреле или марте около недели летом. Итальянцы склонны баловать своих детей. Они не особо контролируют успехи чат, на Ниве образования. Нередко школьникам приходится самостоятельно оценивать результаты своего труда. Как правило, отдыхают ребята в кругу семьи. Каникулы во Франции зависят от региона. Всего за время учебного года ребята отдыхают пять раз, и это не считая дней общенациональных праздников. Надо сказать, что французские мамы стремятся к тому, чтобы их дети учились как можно лучше. А потому на каникулах ребята чаще всего работают над ошибками и заполняют пробелы в знаниях. В большинстве испанских школ лето начинается 20-23 июня, а новый учебный год стартует в середине сентября. Так что летний отдых у маленьких испанцев немного короче, чем у их российских сверстников. А вот досуг примерно тот же. Чаще всего школьники проводят лето у бабушек и дедушек, так как родители заняты на работе. Кроме того, популярны летние лагеря-компоненты. Они расположены в живописных горных районах или на морском побережье. В них школьников обучают национальному пению или танцам. Также особой популярностью, как и у нас, пользуются языковые лагеря. В США школьные каникулы привязаны к трем праздникам – Рождеству, Пасхе и Дню Благодарения. Их длительности, точные даты в разных штатах могут отличаться. У маленьких американцев с детства культ самостоятельности, поэтому свой досуг они планируют сами. Чаще всего ребята общаются в сети интернет или смотрят телевизор. В Канаде учебный год длится 10 месяцев. Программа одного класса разбита на два семестра – сентябрь, декабрь, январь, июнь. Здесь делают ставку на умение общаться, потому в течение учебного года классы периодически переформатируют. В них меняется состав учителей и учеников. Местные психологи убеждены, что именно так – дети находят свое место в социуме. В каникулы ребята чаще всего путешествуют организованными детскими группами. Австралия и Россия расположены в разных полушариях. Это значит, что когда наши школьники наслаждаются длинными летними каникулами, у австралийска ребятник короткий зимний и наоборот. В справедливости ради отметим, что продолжительность летнего духа австралийцев не так уж и велика – чуть более одного месяца. В это время для ребят проводят всяческие фестивали и спортивные состязания. Как видим, может меняться время каникул, их продолжительность, но остается и много общего у школьников из разных стран. Правда, в большинстве случаев там к самостоятельности приучают пораньше. Думается, это тот опыт, который не грех и перенять. На этом сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» всегда есть на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон – 37 0083. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всем вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова